Запись включена, можно начинать. Садимся в любую удобную позу. И находим неподвижное такое состояние, положение. Пауза делаем, пауза. Не двигаемся, наблюдаем. Пауза в смысле, что мы ничего не делаем, никуда не спешим, не двигаемся, не стараемся что-то сделать. Просто ничего. Как будто бы зависаем в моменте. Хорошо. Давайте как вчера сделаем ладошки кверху и руки назад, чтобы выстроить останочку. Выстроить у нас нам линию позвоночника, мы включаем мышцы спины широчайшие. Давайте можно покачаться право-лево. Хорошо. Руки назад, повороты. Хорошо. Посмотрели вверх, посмотрели вниз, наклонились. Посмотрели вверх, вниз наклонились. Вверх, вниз наклонились. Хорошо. Руки вниз, вот так. Назад. Буквой W назад толкаем. И вот таким образом назад толкаем. И вот таким образом назад толкаем. Замочек на затылке. Толкнули голову вперед. В таком положении. Наклонились. Можно попробовать достать. Толкнули голову вперед. Толкнули голову вперед. Локоть, холена. Хорошо. Хватит. Опустили. Почувствовали разницу. Вот мы чуть-чуть включили мышцы. Чуть-чуть включили телесных ощущений. Еще можно шею подвинуть. На плане вправо-влево. Повороты. Отведение-приведение. Голова назад, голова вперед. Голова вниз по кругу. Раз. Два. Три. Другой стой. Раз. Два. Три. почувствовали разницу хорошо и через дыхание начинаем настраиваться на текущий момент у нас на настоящее почувствуйте дыхание через ноздри вдох и выдох через ноздри фактически работаем с вниманием и каждый раз фокусируем внимание на определенном процессе или месте или мы двигаемся мы фокусируем внимание на этом движении сейчас мы наблюдаем за проходами носовыми и за движениями воздуха там перемещаемся в горло идем дальше выдыхаем и останавливаемся в области горла чувствуем дыхание в горле поза любая удобная можно использовать стул стеночку сзади нежелательно можно важно прямой позвоночник теперь опускаемся ниже и наблюдаем как грудная клетка расширяется и как бы опадает при выдохе вдох выдох и еще ниже спускаемся на стенку живота стенка живота двигается вперед назад при дыхании если стенка живота не двигается то можно туда внимание больше сфокусировать и попробовать вот эти диафрагмы подышать диафрагмальным дыханием и весь процесс нос горло на вдохе грудная клетка живот и выдох обратно весь процесс почувствовали и теперь с очередным выдохом приходим в точке опоры чувствуем вес интересное ощущение с очередным вдохом идем вверх по позвоночнику вырастаем как цветочек небу как цветочек тянется к солнцу также мы макушкой тянемся вот этот навык прямо надо его закрепить чтобы у нас при любой в любой ситуации в быту жизни у нас всегда было ощущение что мы стремимся что голова легкая идет вверх и мы чувствуем опору два момента под собой опора придает ощущение стабильности и успокоения и второй момент голова как воздушный шарик как что-то такое пустое и метафорически мы освобождаем голову от тревожности от напряжения стекая вот это сбрасывая напряжение вниз туда в землю ну и третий момент у нас позвоночник позвоночник все время такое терапевтичное действие оказываем на позвоночник можно покачаться вперед назад вправо влево найти более центрированное положение и давайте быстро пройдемся по телу я называю часть тела внимание туда как будто бы ладошкой прикладываем к различным частям тела и насыщаем его нашим вниманием обращаем внимание наши нервные системы на эти места и расслабляем и глаза область вокруг глаз попробуйте как бы отпустить и там напряжение глаза не двигаются в одну точку если сложно прикрываем глаза полу прикрываем или полностью прикрываем те глаза будут полу прикрытые пробуждённый символ пробуждённый лоб почувствуете если вы знаете что на лбу ну вот такое сгущение такого напряжения вот часто это видно в виде таких складочек таких вот ну различных пробуйте мягко улыбнуться мягенько раздвинуть губы в улыбку и посмотреть что у вас будет на лице при этом лицо отреагирует дальше мы чувствуем собственно рот губы язык и отпускаем нижнюю челюсть отпускаем ее пусть она немножечко вес почувствуется и места крепления челюсти тоже почувствуете можно право влево челюсть поднимать от вас выводить там напряжение почувствуйте область ушей и и все лицо целиком еще опускаем лицо и еще чуть-чуть лицо отпускаем и дальше более широкими мостами такими волосистую часть головы и захватили затылок шею плечи плечи это как будто такие тяжелые становятся и руки стекают из плечей прямо туда вот кончики пальцы каждый кончик пальцев почувствуйте как они как если пальцы вытекают из себя из плечей из рук такое стекание веса тела происходит веса рук теперь можно представить мягкие приятные ладошки большие такие воздушные теплые и мы проглаживаем себе спину этими ладошками сверху вниз чувствуем ягодицы промежность таз и спереди проглаживаем лицо грудь горло грудь живот таз промежность идем по таза через тазобедренные суставы и выходим на бедра колени и край голени стопы ноги чувствуем хорошо чувствуем все тело целиком такой фон ощущение мышц кожи тяжелый низ легкий вверх одежда касание воздуха дыхание сердцебиение все что может внимание выцепить наблюдаем основная тема у нас это шесть чувств давайте я их перечислил чувству или осознан осознание глаз взгляд до осознание осознание слуха ушей осознание ухом называется нос обоняние вкус язык осязание вот соматика тела то что у нас как база как фундамент тело это наш фундамент это наша вакуусовая бумажка и если у нас появляется в поле зрения какой-то объект тело может отреагировать ум может отреагировать это шестое у нас чувство ум и все умственные конструкции чувства эмоции оно все в связке но мы сейчас как бы чуть чуть разделим и каждой по отдельности буквально чтобы границу вот эту у нас есть фокус внимания например давайте мы будем сейчас смотреть осознавание глаз дайте возможность глазам подвигаться по пространству фокусу взгляда подвигаться по пространству где вы находитесь оглядеть его подвигать глазами у нас есть ближе дальше вверх вниз справа лево и различные вот у нас всегда что-то окружает как-то ограничено пространство даже если мы в каком-нибудь поле или где-то в пустыне все равно есть то во что опирается взгляд небо звезды там солнце в данном случае скорее всего это будут стены окна двери пол потолок почувствуйте пространство вокруг сзади спереди с боков у нас есть вот этот процесс разглядывания процесс всматривания давайте остановим взгляд на одной какой-нибудь чуть выше горизонта какой-нибудь точки или объекте ну или даже пусть это белая стена будет важно глазами не двигать вот эта область восприятия которую мы сейчас наблюдаем вот она где-то вот перед глазами и вторая большая область это периферическое создавание это все остальное и вот мы как фонариком представьте что мы в темноте фонариком светим вот сейчас наш лучик вот темнота это периферическое осознавание все процессы процессы ума тела там звуки вкуса и прочее и наш фонарик сейчас светит прямо перед собой понаблюдайте реакцию тела как реагирует периферия в виде телесных каких-то ощущений в мышцах и умственных каких-то конструкций феноменов могут появляться чувства могут появляться эмоции и в связи с этим тело может реагировать вот такая цепочка объект эмоция реакция тела в обратном порядке так же работает когда мы что-то с телом делаем или нам делают массаж или мы делаем йоговские какие-то асаны потягушки там растягиваем сжимаем что-то может быть реакция тела какая-нибудь эмоция в виде такого облачка всплыть в обратную сторону и наше осознавание того что происходит давайте сейчас взгляд глаза и мы переключимся можно не закрывая глаз можно закрыть глаза переключимся на слушание слушаем наблюдайте включается ли внутренний комментатор который всегда обсуждает внутри нас комментирует в данном случае звуки мы просто их слушаем как если бы это была приятная музыка каждый звук тоже может вызвать эмоцию это может быть очень тонкое взаимодействие очень тонкое может грубое взаимодействие приведу пример вчера гулял по лесу по тропкам и откуда-то появился мотоцикл который на которых прыгают по лесу я не помню как они называются без глушителя с таким ужасным треском на весь лес мне кажется даже деревья подзагибались не то что люди и вот он прямо на всей скорости проносится я испытал бурю эмоций это относительно звука там визуальная картинка тоже присутствовала например я шел возле лужи и начал понимать что через несколько секунд эта лужа окажется на мне и вот это целый каскад представьте наша жизнь состоит из таких вот различных событий нравится эмоциональный всплеск там вернее не нравится если вы эмоциональный всплеск ну нравится тоже эмоциональный всплеск спад и если мы ловим вторые и третьи стрелы как будда описывал пришел стимул это первая стрела мы можем испытать как я вчера испытал и выдохнуть отпустить забыть а можно дальше эмоционировать эмоционировать что руки в голове это вторая стрела реакция на события которое которое произошло это ну нормально но уже как мы реагируем это уже второй вопрос не сегодняшнего занятия а отпустить это и прийти в ровное состояние в гармоничное то есть это гомеостатичное равновесие поймать обратно вот это уже навык который тренируется на занятиях по медитации в том числе йоги цигун там и все эти выравнивающие техники слушаем переходим к запахам если у вас есть давайте сначала понюхаем просто вдыхаем воздух который есть вокруг нас какие-то ароматы почему не рекомендуется на занятия там по йоге или по медитации пользоваться косметикой пользоваться парфюмом каким-то ну чтобы эти запахи не отвлекали в данном случае нам нужны такие запахи если у вас такое есть понаблюдайте свою реакцию и вот я вчера говорил сегодня тоже видосик записал если есть эфирное масло или что-нибудь что можно понюхать аккуратненько его возьмите и капельку нанесите или поднесите к носу или капельку нанесите на ладошку разотрите и побудьте запахом с обонянием и с реакцией и какая реакция при этом на этом базируется целый раздел ну целая науку наверное ароматерапия на реакциях вот как мы реагируем как наше тело реагирует на тот или иной эфирный запах масло масло хорошо хорошо переходим к ощущениям осознаванию осознанию языка почувствуйте язык и какие-то вкусы которые сейчас присутствуют там всегда есть вкус или букет вкусов после вкуса от чего то что было во рту осознавание языка вкусы чувствуем вкусы если вдруг что-то представилось там вкусненькое или представьте любимое блюдо или лимон апельсин манго сейчас у нас продается вот египетский манго рекомендую во вкус или в пятерочке и вот если это представить выделиться вот это ощущение вот этого вкуса и слюна понаблюдайте за этим процессом наш вот это безусловно рефлекс хорошо поэтому мы еще вернемся идем дальше в соматику тела почувствуйте какие-то тактильные ощущения одежду касания вот это соприкосновение с поверхностью соприкосновение ладоней с ногами например соприкосновение тела собственно с пространством как вот тело в пространстве ощущается как спина ощущается живот другие части тела это наш фундамент тела есть много уже достаточно работ написано книг вот я начинал знакомиться с телесными ну скажем феноменами которые связаны с нашим какими-то недугами может быть болезнями или что тело нам рассказывать в тот или иной момент времени вот лист бобо твое тело говорит у меня как-то где-то книжка есть сейчас не помню книги хорошие книги попадают иногда кому-то из друзей и там где-то остается но сейчас это доступно все в интернете тело с нами все время разговаривает это реакция вот этой цепочки стимул эмоции тела стимул эмоции тела эмоции чувства водовое тело и тело как маятник как индикатор тоже нам сообщает о том нужно ли что-то делать не нужно нравится полезно ли будет то или иное действие или вот если представить шведский стол например там разную виду можно ощущениями тела определить что есть не из ума а что сейчас сожру все много а тело оно как бы качнется в эту сторону ну у каждого свои реакции но я ощущаю какое-то покачивание вперед-назад а если нет право влево вот у меня так работает радио как он называется радио этот метод когда маятником определяют я им пользуюсь радиоэстезия хорошо тело чувствуем процессы телесные и переходим в область мыслительных вот этих процессов давайте мысли понаблюдаем идем от простого к сложному самое сложное понаблюдать уже начало возникновения мысли длительность и исчезновение хотя в основном она моментально происходит уходит следующее 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 у кого-то быстрее у кого-то медленнее понаблюдайте за этим вот за этой кинолентой это можно представить как фильм который можно замедлить ускорить и вот в медитации мы начинаем замедлять эти кадры и как если бы мы сидели в вагоне поезда и поезд мчался бы на скорости 200 километров в час но трудно чтобы разглядеть в окно как только поезд замедляется а это наше движение ума наша работа мозга в виде электрической активности как только мы начинаем замедляться мы начинаем разглядывать картинки и вот секрет этого замедления практика шаматха это когда мы вниманием то что мы с вами делаем это когда мы работаем с вниманием фокусируем и тренируем однонаправленное внимание сейчас мы его направляем как лучик у нас фонарика светит в ум прямо на данном этапе можно задать себе вопрос а что я хочу что мне нужно вообще зачем мне что я делаю сейчас хорошо следующие несколько минут сидим просто сидим на японском на дзен буддизме или в чань буддизме это китайский вариант это называется задзен просто сидим и наблюдаем за всеми процессами вижу слышу обоняю осизаю и прочие процессы вот все что мы прошли шесть одновременно попробуйте открытое восприятие настоящего присутствие 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 чтобы это не выглядело так серьезно можно мягко улыбаться каждому проявлению себя ожидание какого-то эффекта ожидание чего-либо такого процесса медитации оно вызывает напряжение и какие-то разочарования что вот я тут жду тут медитирую и когда ну что что-то должно случиться вот отпускаем любые ожидания наша задача вообще вот очутиться в как-то вне времени в моменте выйти из-под влияния ума вот этих всех конструкций а войти в состояние наблюдателя не комментатора а наблюдателя за всеми процессами феномен хорошо сделаем глубокий вдох длинный вы на я просил приготовить чашечку у кого она есть наливаем чай ну или уже налить у кого нет то предоставляем это я за вас это сделаю первый на мой взгляд процесс который мы можем пронаблюдать в осознанном чаепитии это собственно сам процесс наливания чая в чашечку он будет у нас сопровождаться каким-то звуком появляется цвет вот мы сейчас будем сразу все включать все процессы осознания появился звук наливания появился цвет чая но у меня чай у меня напиток чай неважно какой напиток там у кого-то кофе какого там что-то еще и я вижу своим зрительным через зрительный канал вижу вот я слышал как он булькает теперь вижу как он передо мной вот у меня какая-то эмоция может возникнуть от этих бульков от этого вот у меня получился приятный приятный цвет вот может быть видно там немножечко приятный такой цвет чая и чашка вот я таким-то образом знаю что это чашка хотя у меня сейчас ручки нет ну это больше такая пиалка мы с детства знаем что вот у нас есть чашка кружка ну пиалка это мы более взрослым наверное уже в возрасте узнаем такое слово но у меня больше чашка вот в этой ассоциации с чашкой я знаю что это чашка у меня есть знание я наблюдаю этот процесс осознавание что это чашка это не ложка это не стол это чашка хотя все чашки их их миллион видов какая бы чашка передо мной не стоял я знаю это чашка вот это вот такое маленькое прозрение теперь я по оси за ю это сначала потрогаю могу поднять могу почувствовать но чувствую температуру чувствую вес чувствую фактуру рисунка на чашке чувствую из чего она состоит и это тоже доставляет сразу же массу интересных таких реакций возможно воспоминаний какие то вот то есть мы создали стимул может прийти воспоминания феномен какой-то умственные и эмоция в связи с этим и телесный отклик вот все вот эту цепочку я думаю она четко будет ощущаться и осознаваться после сотого или тысячного черепития но это как любой на поэтому не пугайтесь что ну не разочаровывать и что с первого раза как-то ну типа ну чашка и чё чай теплый теплый чай и что теперь нам что нужно вот я ее вот по-разному трогаю мне это нравится я чувствую приятные ощущения запах вот есть четкий запах побудьте с этим запахом немножечко горячие но я все равно попробую от любовь и нам вот через мгновение появится вкус в рту сделайте глоток и подождите пока или глоток не растворится пока он раз как он понаблюдайте как он растворяется во рту и что происходит в пищеводе и в желудке своеобразная дегустация мы обостряем дегустаторы что делать обострять свое внимание свои свои ощущения вкусовых рецепторов тем что фокусируется на этом выделяет из всех процессов сделайте несколько глотков и как это влияет вот на всю вот все чем прицел и касается чай глаза нос рот язык пищевод желудок и потом у нас наступает реакция тела возможно ее можно уже сейчас заметить как повлияло это несколько глотков на это химия чая или кофе на этом что мы пьем можно поэкспериментировать например с каким-нибудь возбуждающим напитком поэр там кофе зеленый чай и какое-то время не пить не ну я знаю что не все не все это вообще используют но в массе все употребляют но мало кто наблюдает за этим вы попробуете там неделю детокс сделать только вода там ну что то такое нейтральное и потом взять и заварить себе чашку чая или и почувствовать вот эту химию реакцию этот как нервная система реагирует на это вот в моем случае когда я две недели специально целенаправленно не пил кофе наблюдал за своим ощущением потом купил чашку кофе меня как будто начало электричеством трясти в прямом смысле то есть нервная система зажужжала ну нервы зажужжали внутри меня это я свой опыт рассказываю давайте будем заканчивать вот с этим приятным действием взаимодействием с чаем осознанное чай пить и осознанное питание очень очень интересный процесс и в наш век фастфуда и пластиковых стаканчиков конечно же это будет все интересно понаблюдать давайте посидим в тишине чувствуя уже новое состояние которое получу появилась в связи с чай пить и вот в студии наверняка знаете сейчас я готовлю мини студию для своих занятий по йоге медитации там обязательно будет чай пить обязательно будет медитация чайные церемонии будем церемониться взгляд расфокусирован слушаем тишину чувствуем тело вкус и запахи и реакции в виде эмоций чувств мыслей также может быть такая цепочка появляется стимул в виде но какой-то мысли формы но она откуда-то понаблюдать вот появляется мыслей надо то-то хочу то-то или еще что-то в связи с этим появляется эмоция и в связи с этим дальше у нас цепочка в тело уходит хорошо будем заканчивать трем ладошки я думаю достаточно мы сегодня посидели активировали ладошки сделали такое легкое касание шею давайте вот в область ключиц с одной стороны с другой стороны по руке прошлиц смотри снаружи вот область грудины вот здесь серединку ребрышки почки животик ноги 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 вытянем постучим ногами пол ну так постучали на потрясли право влево покрутили небольшая реабилитация после статики в одну сторону другую сторону вам согнуть одну ножку вторую в верх в сторону согнули разогнули правое левое правое в Palm зд Бабочку складывайте. Левая, правая, левая, правая. Теперь правая дверашина, вернулись на место. Левая, назад, вернулись на место. Правая, раз, левая, два. Правая, левая, развернулись в одну сторону, другую, в одну, другую, наклонились к левому колену, к правому, к левому, к правому. К левому, к правому. Сейчас уже поменяли. Развернулись в одну сторону, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую, в правую, к левому, правую. К левому. К правому. К левому. Хорошо. Начало коврика. Планки. Вытянули ножки. Собака головой вниз. На носочках. Справа. Опустили. Слева опустили. Вдох. 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 Так. Правая ножка вверх. Вперед. Колено вниз. Прогнулись. Вытянулись. Прогнулись. Вытянулись. Прогнулись. Вытянулись. Теперь колено в сторону. Прогнулись. Опустили. Прогнулись. Вдох. 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 Хорошо. Заднюю ножку зацепили. И с ногой. Раз. Два. Сгибаем лопа. Три. Хорошо. Отшагнули. Левый нога. Угну. Выдох. Колено внизу. Вытянули. Вдох. Выдох. Выдох. В сторону колена. Вдох. Прогнулись. Опустились. Прогнулись. Опустились. Погнулись. Опустились. Хорошо. правая рука внизу захватили ногу и попробовали также опуститься хорошо отпустили второй ножки подшагиваем садимся хорошо ножки вместе попробовали голову ногам потянуть пятки вниз хорошо показания опустились вниз хорошо сели легли стряхнули ножки стряхнули руки ноги трясем остановились руки на затылке ножки согнули погрутили голова один сантиметр над полом хорошо руки на колени покачались как кресло качалка хорошо ноги за голову ноги вниз ноги 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 стороны покрутили плечами подвину и всем телом хорошо руки вверх 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 еще минуту наблюдаем за состоянием мы встряхнули тело чуть-чуть его размяли кого есть потребность, необходимость можно сделать еще какие-то упражнения а я с вами прощаюсь вот уже эфир все-таки в 30-40 минут не вложится тема интересная и такая полезная она живая она хорошо встраивается в любое повседневное действие например принятие пищи отслеживание телесных реакций тела умение чувствовать фон тела как тело в тот или иной момент времени ну что в теле происходит и момент процессов разговора например с кем-то чувствовать себя чувствовать себя все хорошего выходного сегодня воскресенье до встречи я объявлю когда следующее занятие возможно уже в понедельник поднимайте ручку кто был на связи и ну как поприветствуйте чтобы какая-то обратная связь была Наталья Ольга спасибо Паша Ольга Анюта Марина вот сегодня у нас такой состав спасибо вам медитации много не бывает я рад что мы все это сделали все доброго дня до встречи Продолжение следует...